Президент Арцаха провел заседание правительства. Под председательством президента республики Арцах Бакаса Акяна состоялось заседание правительства. Как сообщает пресс-служба президента Арцаха, в своем выступлении по вопросам повестки заседания Бакаса Акяна обобщил результаты социально-экономического развития 2018 года, определил задачи на 2019 год, дав соответствующие поручения по их надлежащему решению. Бакаса Акян подчеркнул, что в прошлом году в целом удалось осуществить намеченные программы обеспечить развитие экономики. Глава государства отметил, что показатель внутреннего волового продукта составил 303 миллиарда драмов, был обеспечен двузначный экономический рост, основой чего стал прогресс в отраслях материального производства, в частности, в горно-рудной промышленности и энергетике, а также в сферах торговли и услуг. Президент положительно расценил то обстоятельство, что год завершен без финансовых задолженностей. Бакаса Акян назвал одним из важных достижений также тот факт, что в сфере производства электроэнергии не только была обеспечена самодостаточность, но и возможность экспорта. Один из важных стимулов динамичного развития экономики – создание, сохранение и развитие соответствующей предпринимательской среды, формирование благоприятного поля для малого и среднего бизнеса. Среди ключевых целей нашей экономической политики – создание конкурентного преимущества бизнес-среды Республики Арцах, подчеркнув в своем выступлении Бакаса Акян. Президент отметил, что Республика Арцах, социальное государство и социальная сфера всегда занимает первоочередное место в повестке развития страны, подчеркнув, что государство продолжит осуществлять разные программы по повышению социально-экономического благосостояния населения, уделяя особое внимание улучшению качества жизни социально уязвимых слоев, в особенности семей погибших воинов-освободителей и военнослужащих, многодетных и необеспеченных семей. Касаясь планов на 2019 год, глава государства отметил, что необходимо сделать все возможное для надлежащего выполнения всех намеченных программ, при этом подчеркнув необходимость оптимизации и эффективного использования государственных ресурсов.